В своём обширном докладе глава города Евгений Биланов сообщил народным избранникам, что за минувший год было проведено 12 заседаний городской думы, в ходе которых принято 127 решений. Глава города подчеркнул и налаженную работу постоянных профильных комиссий, которые работали в унисон с депутатами и рассмотрели в 2015 году 239 вопросов, касающихся бюджета, градостроительства, социальных вопросов и других немаловажных аспектов. На 12 заседаниях 57 вопросов рассмотрела комиссия по вопросам градостроительства. На 10 заседаниях 43 вопроса рассмотрены членами комиссии по бюджету. 39 вопросов на 9 заседаниях обсудила комиссия по законности. 30 вопросов рассмотрены комиссией по социальным вопросам на 11 заседаниях. Биланов также отметил, что остаётся масса нерешённых вопросов, на которых необходимо сконцентрировать внимание в текущем году, а также указал на недисциплинированность некоторых депутатов. В отчётном периоде особое внимание было уделено финансовой составляющей и исполнению бюджета. По словам главы города, совместно с мэрией городской думы удалось достичь в этом направлении хороших результатов. Совместно с мэрией города, отслеживая ситуацию по сбалансированности городского бюджета, 18 раз в отчётном году по предложению мэрии подвергались корректировке нормативные документы этого направления нашей деятельности. В соответствии с бюджетным кодексом решения представительного органа своевременно были приняты бюджет города и отчёт об его исполнении за 2014 год. Далее депутаты рассмотрели вопрос об установлении земельного налога на территории республиканской столицы. В рамках своих полномочий муниципалитет предложил пересмотреть ставки земельного налога в сторону понижения. Результатом принятия такого решения послужила сегодняшняя достаточно непростая финансово-экономическая ситуация и новая кадастровая оценка земель. Зато у нас, у местных властей, есть возможность менять наши местные коэффициенты. Так получилось, что вот те коэффициенты, которые в 2014 году были приняты, которые должны применяться в 2016, они очень резко повышают налоговое бремя на и жителей, и на бизнес. Вот принимается такое предложение, чтобы эти... Всё равно будет повышение, но только в меньшей степени. И самое важное, вечером, наверное, многие из вас уже видели, и глава государства, и председатель правительства вчера заявили о том, что в целом во всей стране проведена, ну, будем говорить мягко, некорректная кадастровая оценка стоимости земли. И будут созданы специальные бюджетные организации, которые бесплатно будут проводить для населения вот эту оценку. Вместе с тем, в ходе заседания по результатам деятельности, проделанной в минувшем году, отчитались Управление образования, Управление здравоохранения и Управление культуры мэрии муниципального образования Черкеска. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...